Друзья, всем доброе утро. В общем, сегодня наступил очень важный день, когда я сегодня буду подавать документы на ВНЖ. А вчера я ездил в Липецк, чтобы забрать результаты по тесту на коронавирус. И у меня коронавирус отсутствует. Это документы, которые нужно нам подать для ВНЖ. Смотрите, какая папка. Просто. Мы это сделали. Мы подали документы на вид на жительство. Друзья, ну чего это нам стоило? Это настолько кропотливо. Столько было возни с документами. Туда-сюда надо было мотаться. Но у нас все получилось. Мы сегодня подали документы. И сейчас мы заехали тут в магазин, чтобы купить что-то поесть. А то жутко голодные. Ну вот они уже что-то купили. Мы очень, очень голодные. Уставшие. Илюш, я взяла нам с тобой кофе на двоих. Вот такая пицца закрытая. Илюша, это просто. Это Наполеон и шоколадный десерт. Это самая счастливая минута за сегодняшний день. Еще. Ура! Сегодня мы празднуем день рождения мамы. У нее он послезавтра. Но сегодня все дома. И мы сегодня будем отмечать. Ура! Ну принеси учить. Ну что? Стол готов. Ну вот уже приехали гости. Я несу картошку. Поехали. Мама, с днем рождения. Спасибо. Пожелание самой себе. Быть счастливой. С днем рождения. С днем рождения. По термистову пути. Мне приходится идти. Как в народе называют ВАЗ-2101? А это не этот как в Буханке, нет? В Волге, конечно, я же говорю. Для чего нужны педали в самолете? Ну и там нет педали. Когда они про это читали? Там, что рвало. Педали, вот они, на велосипеде. Для чего нужны педали в самолете? Для поворота. Когда начинается церковный праздник? Ну вот, гости уехали. Мы остались одни дома. И тут сейчас пытаемся разобраться с одним из подарков для мамы. Вся семья пришла смотреть. А дай понюхаю. Что за листик? Как вкусно. Ух ты. И вот закинуть. Можно понюхать? Никаких кондиционеров, ничего не нужно? Камере дай понюхать, камере. Дайте зрителям понюхать. Друзья, запах просто нереальный вкусный. Там и отбеливатель, и кондиционер, и порошок. Ну то есть отбеливатель кислородный, который можно для цветных, для черных. Вот листок, командировку там на месяц. Взял четыре листочка. Взял, сложил, ну там четыре части, положил в карман. Он не рассыпется, много места не занимает. Вот пол листочка мы кладем в барабан, прям сверху одежды. Вкусно, пахнет. Реально приятно такое, да? Этот, легкость душа, вот как детский папа. О, просто прекрасно. Настало время хаоса. И это означает, что мы собираемся уезжать завтра. Вот так вот все выглядит всегда, когда сбор. И по-другому просто не получается, потому что нужно, прежде чем все сложить, сначала все выложить. Потому что этот чемодан у нас служил таким накопителем покупок, которые мы делали в России. Вот надо сейчас еще с игрушками разобраться, что забирать, что не забирать. Короче, дел хватает. Сегодня мы уезжаем из России. Уже загрузили машину, и у нас прощальный чай. Сегодня утром мы снова играли в Тетрис. Та-дам! Ваша оценка вот по 10-ти балльной шкале. Круто! 23! Это профессионализм! Отлично! Ну, на самом деле вещей не так много, как кажется. Просто большая часть занимают здесь вот эти сидушки задние. Скажи, а ты будешь скучать по бабушке с дедушкой? Да! Мойненький зять! Подписывайтесь на ее канал! Пристегиваемся, да, Ленчик, для безопасности? Я не могу осознать. Я тоже. Ну все, пока! Почему это всегда так сложно? Скоро увидимся с ними. Да, полтора месяца все равно каждый раз пуст. Сложно прощаться. Бей-бей им, да, сынок? Сейчас в магазин еще заедем. Сошли и пушку. Ну вот, едем мы на Ригу, и мы тут решили устроить небольшой пикничок в машине. Моя мама тут наготовила нам картошечки, котлеток. Все очень вкусно. И очень, кстати, всегда приходится в дороге еда. Кстати, возможно, кто-то заметил, что у нас в две недели не выходило видео на канале. Вы спросите, почему? Ответит моя супруга. И ставьте лайк, кто заметил, что не было две недели видео. Пока мы были в России, мы старались выкладывать, мы что-то снимали, у нас было что снимать. Вот. А потом у нас все было очень насыщенно, а иногда, наоборот, слишком спокойно. И поэтому, можно сказать, не хотелось снимать. И мы подумали, что лучше не снимать и не выкладывать ничего, чем это будет как-то через силу. В общем, лучше ничего, чем плохо. Я схожу дальше. Сейчас мы направляемся в Латвию. У нас уже есть некоторые идеи, что мы будем снимать. Мы опять вознаправляем все. Мы не предупреждали никого о том, что у нас будет такой перерыв, такая пауза. Просто решили сделать и все. Просто расслабиться, немножко отдохнуть, вдохновиться по-новому как-то. И теперь мы поняли, что мы хотим дальше продолжать вести канал и будем это делать. Да. Поскольку я уже заговорила про насыщенную жизнь в России, мы уже говорили, что мы делали вид на жительство Илье здесь, в России. И это очень долгий, муторный процесс. Ну, я думаю, все могут догадаться, кто сталкивался с бюрократией, с эти бумажки. Вот. И кому интересно, кто собирается делать вид на жительство в России. И у кого такая же ситуация, как у нас, что у нас Леончик уже гражданин России. Он там спит. Маленький гражданчик двух стран. На весь этот процесс, без учета топлива и обедов, ушло у нас 22 тысячи рублей. Бизнес. Одна госпошлина за ВНЖ стоит 5 тысяч рублей, а медкомиссия стоит 5700. И там уже по мелочам переходы, тест на коронавирус надо было сдавать, Илюша. Дел хватало. И у нас тут были и гости, мы ездили по гостям, и послужения, и все на свете. В общем, все было очень насыщенно. Я очень много наговорила, уже на 5 минут. Илья, конечно же, все сократит. Молодец. Ну, кстати, интересно, может быть, кому, сколько время занимает у нас монтаж видео. Поскольку мы стараемся все делать качественнее и лучше, и интереснее, поэтому это, естественно, и кропотливо все выходит. Одну минуту видео я редактирую примерно 1 час. Так что, кто сказал, что работа блогера легкая? Это получается, если вы будете смотреть влог на полчаса, то Илья его монтирует сколько? 30 часов. Так и есть. Ну и, как уже говорилось, мы едем в Латвию. И знаете, что? Когда мы ехали в Россию, нам нужно было сдавать тест на коронавирус, на границе предъявлять. Но мы узнали, что при выезде из России, вроде бы, как не надо предъявлять тест на ковид, но мы подстраховались и на всякий пожарный сделали тест. Точнее, Танюша сделала тест. Интересно, вот когда мы будем на границе, скажут нам, предъявить или нет. Вот мы доехали до нашего ночлега, приехали в Алакаламск. Скажи, Алакаламск. Да, сейчас мы у друзей заночуем и завтра продолжим длинную дорогу. А мы проехали половину? Нет. Да, длинную дорогу. Ну что, пойдем? Пойдем. Посидеть. Мы переночевали, выехали, и нам еще 10 часов пути. Да, ну мы хорошо отдохнули, выспались, пообщались с друзьями. Я не выспалась, но не мне за рулем сидеть. На прошлый ночлег мы приехали очень поздно, а сейчас только 9 часов. Да, мы вообще не выдержали, решили остановиться, потому что очень достали. Там еще 300 километров до дома, но мы решили остановиться недалеко от границы, в Пскове. Да, потому что дорога была очень груженая, ремонтирующаяся. Малыш, а это у тебя что? Это что? Это мой нож. Мне кажется, это грузовик. Да, конечно. Ну, хорошо. Вкусно? Да. Ну вот мы и проснулись. Сейчас завтракаем. Как тебе спалось, Леончик? Хорошо? Халя-ля. Ну все, мы готовы ехать. Как настроение? Дорожное. Как настроение твое? Причем, как отправимся на границу, мы заехали тут в аптеку. У нас в Латвии лекарства намного дороже, и на многие нужна справка от врача. В России в этом плане все попроще и дешевле. Вот, видите, там церковь. Посмотрел в интернете, оказывается, это церковь Василия Великого. Вообще, в Пскове очень много церквей, монастырей, всяких дворцов. Поэтому, если будете в Пскове, обязательно посмотрите этот город. Ну что, купила? Купила. Поехали. Мы проехали границы, и самое удивительное, что с нас не потребовали тест на коронавирус. Оказывается, могли бы и не сдавать при выезде. Вообще. Только, получается, на въезд в Россию нужно сдавать, да, вот перед этим. А потом все, то есть, если выезжаешь, то ничего не надо. Не проверяли ни температуры. Ну, на Российской, конечно, там проверяли вещи, какие везем. Где-то почти час стояли на границе, на Российской. А на Эстонской, угадайте, сколько мы стояли? Угадали. На Эстонской мы стояли не больше пяти минут, а то и меньше. Реально, мы в шоке. А еще самое интересное, что на Российской границе нам сказали, что нельзя перевозить овощи, фрукты. А мы как раз везем, мама дала там с огорода всяких овощей, фруктов. Первый период самоизоляции, мы будем дома сидеть, и у нас уже была бы какая-то еда. И нам сказали, нельзя перевозить. Мы в шоке, короче. А потом как-то так раз-раз отпустили, и мы рады. Эстонцы увидели, у нас куча вещей, и они спросили, долго вы были в России? Три месяца. А, ну ладно. Понятно, почему столько вещей. Теперь осталось всего немного. Три дня лесом, а там рукой подать. Поехали. Поехали. В общем, мы приехали в наш город, закупились продуктами, и теперь направляемся домой. Тут как-то темновато. Да, темнеет рано уже. Да, у нас уже время по-местному 16.45. Да, уже всё. Это ещё, представляете, это ещё не самый тёмный день, ещё через месяц только будет. Ещё время назад перевели. О, да. Ещё раньше темнеть стало. Я вообще этого не понимаю, зачем это время переводить? Неудобно, конечно. Очень неудобно. Хочется отдыхать уже. Мы не можем просто приехать и начать отдыхать. Нужно обязательно разгрузить вещи. Чтобы разгрузить вещи, нужно сначала пропылесосить и всё помыть. Отдыхать, когда вокруг вот так вот куча вещей навалено. Не могу. Поэтому сейчас нам предстоит очень долгий процесс. В общем, ладно. Всё перехали. Вот такие мои сладкие. Вот такие мои сладкие. Ну, не бабушка. Давай, стой, 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 ехал. Мам, бабушка. Мам, ты мой сладкий. Мам, бабушка. Ой, как хорошо. Топ-топ-топ-топ. Привет. Привет. Как ты хорошо уже говорила. Привет. Уже можно тебя понять. Мам, мой сладкий. Аллилуйя. Ну вот мы зашли в дом, пропылесосили, помыли тут всё. И сразу хочу извиниться за то, что вы сейчас увидите, особенно перфекционисты. Это вам посвящается. Вот все наши вещи с машины. Что скажешь? Сил там. Ну что ж, мы почти прибрались. И Танюша тут решила заняться расхламоном или что? Я раскладываю лекарства красиво по коробочкам, чтобы всё было по своим местам. Канцелярскими резиночками, однотипные препараты. Вот так вот кучку собираю. Это знаете, тот момент, когда вот хочется прийти домой с дороги длинной. Просто лечь, отдохнуть. Но нет. Почему-то в голову приходит сразу заняться всем. Надо сразу всё прибрать и отсортировать всё и так далее. Я решила попить чай. Я просто убиралась, убиралась. Я что-то устала, решила попить чай. Прилегла и понимаю, что как-то всё это не приносит пользы. Я думаю, почему бы не совместить чай пить и вот аптечку. Моя супруга как настоящая пчёлка. Пчёлка моя. Друзья, посмотрите, сколько панкреатина. Ой, ещё тут, да? На всю жизнь хватит. В общем, друзья, добро пожаловать на нашу домашнюю аптеку. Если у кого-то какая-то проблема со здоровьем или недуг, то пишите нам смело на нашу почту, и мы за вас помолимся. Ну вот, мы прибрались. Наконец-то можем расслабиться. Кстати, друзья, мы вам не сказали, что когда приезжаешь в Латвию из других стран, болеешь ты ковидом или не болеешь, надо соблюдать 10-дневную самоизоляцию. Вот нам сейчас тоже это предстоит. Полторы недели. Танюша, чем будем заниматься? Ой, домом всегда есть что поделать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова